всем привет добро пожаловать в мою оранжерею ну как вы уже наверное обратили внимание я в беседке да у нас потеплело на улице ну конечно еще пока минусовая температура так минус 1 0 а в беседке уже и до 24 градусов на солнце нагревается так что некоторые растения у меня переехали уже беседку давно например вот эта орхидейка у меня уже давно здесь растет и она и прекрасно себя чувствует очень и бугемилии некоторые но здесь у меня бугемилии стоят у меня диплодемия бордовая стоит на диванчике жасмин ну и так некоторые еще розмарин тоже переехал сюда здесь комфортно здесь им наоборот хорошо то есть ночью опускается температура а днем тепло речь сегодня пойдет о дуранте вот такая дуранточка у меня уже выросла поставила и даже видите в горшке возле себя на диване так как она уже такая довольно таки высокая и она видите падает в общем я хочу ее сейчас перевалить отряхнуть старый грунт немножко по возможности добавить и свежий и оставить в этом горшочке просто я поставлю ей другую опору потому что вообще не стоит валится и наверное сформирую немножко и макушку так как видите и выращиваю штамп хочу чтоб деревце такое было то есть нужно навести красоту ну и конечно же по ходу расскажу как я за ней ухаживаю дуранта это очень красиво цветущее растение когда она цветет конечно это очень красиво она у меня цвела нами не раз цвела просто я ее раз сейчас формирую я ее постоянно стригу и поэтому у нее кстати зимой даже и был бутончик один даже она смогла его вырастить вот видите она стоит без палки но она в наклон но сейчас я посмотрю что у нее там с корневой и вот кстати сразу скажу вот эти вот всякие почки которые пробуждаются на стволике я их все обрываю то есть я хочу чтоб у нее здесь лысый стволик был ну все сейчас я ее перевалю она хорошо пошла у нее потому что там вот видите горшочки у нее хорошие земли там сказать нет и я хочу немного ей вот этот верхний слой убрать но сильно я и требушить корневую конечно не буду так поверхностно видите вообще одни корни земли тут вообще нету сейчас я и на бочок положу что дренаж по возможности отряхнуть а ну тут у меня еще видите и пенопласт оказывается в роз туда ну вот пенопласт конечно как я так пропустила надо было конечно раньше его убрать некоторые корешочки бороться с ней но пенопласт я хочу конечно весь вытащить оттуда это мне было да вообще вот туда хорошо прям в этот же горшок и и положила на дно керамзин и здесь приготовила ей грунт рыхлый здесь у меня универсальный грунт древесный уголь и перлит и удобрение осмокот сейчас прям положу кто не знает это удобрение длительного действия все есть теперь ее поставлю здесь конечно еще хотелось но здесь одни корни тоже ну горшочек конечно маловатый ну как он нормально там добавился грунт свежий тем более и для того чтобы она слила все таки ей нужен тесный горшок поэтому пусть она здесь сидит сейчас я еще и присыплю и ей достаточно все равно добавились витаминки грунт свежий поливаю я ее по мере пересыхания грунта наверно даже полностью то есть она нормально она не любит перелива ее лучше также подсушить чем перелить ну вот отлично сейчас я конечно опору обязательно думаю такую бамбуковую палочку соткну по краю горшка корни чтобы не повредить ну вот установила ей опору ей сейчас легче будет дуранта конечно очень предпочитает светлые места солнце но от прямых полуденных лучей конечно лучше притенять либо растениями либо там шторка либо что-то еще а так это вообще солнце любимое растение если ей не будет хватать солнышка она может не зацвестить но сейчас я немножко наверное смотрю кону сейчас я ее опущу пониже потому что так она высоковато стоит и так высоко но я считаю вот эти вот лишние веточки я их уберу вот эти вот потому что вот отсюда та же штампа вот здесь стала расти крома и теперь и теперь я ну вот так я вижу да как бы я хотела я буду ее обрезать ну сильно я конечно я не буду кромстать мне даже тоже покороче просится вот эти веточки ну а листики тоже которые мне нравятся тоже обрежу ну сейчас ей добавился грунт она конечно в рост пойдет хорошо я ее постоянно так стригу потому что если ее не стричь она вымахает большой ну я думаю достаточно сильно я ее резать не буду эти тоже вот это обрезка хотя бы немножко она провоцирует боковые побеги боковые побеги и как раз на них то и цветение будет эта веточка она пошла расти как-то видимо к свету стояла я не поворачивала ну все дуранту я тоже хочу здесь на веранне оставить здесь ей хорошо будет здесь и светло как раз и солнце восточная сторона здесь получается то есть отлично и не жарко тоже потому что дома сейчас конечно жарковато но поставила ее на место она у меня будет здесь стоять здесь и на нее солнышко падает и в общем то здесь светло потому что в круговую окна идут в пол и немножко скажу про укоренение я ее сама кстати укоренила и вырастила она укореняется очень легко просто в воде укореняется прекрасно ну и также и в тепличке то есть как хотите можете просто водичку поставить и она прекрасно впереди нас ждет очень много обрезок пересадок так что подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся следующим видео до новых встреч Продолжение следует...